Добрый день, дорогие друзья! Каждый раз, когда мы открываем Слово Божие, мы имеем возможность посмотреть, какого Бога мы с вами имеем, восхититься Им, а затем в уповании на Него продолжать наш жизненный путь. Давайте мы вместе с вами откроем всем вам очень знакомую притчу, записанную в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки, 15 главе, вы встретите три притчи, которые раскрывают нам сердце самого Бога, его отношение к людям, то есть к нам с вами. Евангелие от Луки, 15 глава. Давайте мы начнем с вами читать с 11 текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Пришед же в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите от кормленного теленка и заколите, встанем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вы все очень хорошо знаете эту притчу. Давайте мы ее сегодня рассмотрим во свете тех обычаев и культурных особенностей, которые существовали в то время. Это поможет нам глубже заглянуть в любящее сердце нашего Господа. А увидев Его отношение к нам, мы уже не сможем оставаться равнодушными по отношению к Нему. Мы обязательно встанем для того, чтобы поклониться Ему и в своей жизни следовать Ему. Итак, у некоторого человека было два сына. Исследователь Халт Грин занимался вопросом, как действовал закон наследования и какие особенности были в те библейские времена закона наследования. Если бы сегодня у отца было бы два сына, по современным законам как бы он распределил свое имение? Как вы думаете? В некоторых странах сегодня существуют законы, при которых если завещание не написано, 50% имущества переходит к кому? Супруги. А оставшиеся 50% делятся поровну на детей, если их двое. В то время дело выглядело немножечко по-другому. Если у отца было два сына, то он делил имение следующим образом. Две третих всего имения переходили старшему сыну, первородному, а одна третья младшему. А что же с супругой, вы спросите? Дело в том, что после того, как было или распределение было совершено, родители продолжали пользоваться всем имением. И лишь только после смерти родителей дети вступали на следование. И теперь, имея этот обычай в виду, давайте посмотрим на просьбу младшего сына. Посмотрите, что он делает. и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. Что это означало? Что это значило? Отец, дай мне следующую мне часть имения. Это означало, отец, было бы хорошо, чтобы ты уже умер. сколько мне еще ждать, когда ты наконец? Вы представляете? И посмотрите, что делает отец. Текст говорит, отец распределил имение и дал ему принадлежащую ему часть имения. Затем тринадцатый текст говорит нам, по прошествии немногих дней, немногих, совсем немного дней прошло после того, как отец разделил имение, дал часть младшему сыну, прошло немного дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Очень интересно отметить, что вот этот термин, который здесь используется в тринадцатом тексте, собрав все, это очень интересное выражение, которое использовали в банковской системе того времени. И поэтому многие современные переводчики так и переводят. По прошествии немногих дней младший сын, обналичив все, пошел в дальнюю страну. Вы представляете, что произошло? Собрав все, а чаще всего люди имели тогда земли. И для того, чтобы собрать все, необходимо было эту землю продать, то есть обналичить все и пойти в дальнюю страну, как здесь сказано. Как вы думаете, как мог младший сын продать землю, принадлежащую еще отцу? Вы знаете, существовали законы того времени, когда вообще не рекомендовалось и даже запрещалось продавать землю, унаследованную от родителей. А если уж кто-то и продавал, то рекомендовалось это делать только родственникам или соседям, а желательно, чтобы это был родственник. И вот представьте себе этого младшего сына, когда он теперь стоит перед задачей обналичить все, что он унаследовал. Он подходит к соседям и предлагает «Не купите ли вы землю?» И, наверное, соседи на него с удивлением смотрят, что происходит, а почему ты не пригласил нас на похороны отца твоего? Потому что никогда при жизни это не делали. Но он продал все и пошел. выражение «дальняя страна» или «дальняя сторона», как некоторые переводы это передают, означало в то время языческую страну, страну, где люди не следовали и не руководствовались божественными принципами. Это была страна, где люди, проживающие там, назывались безбожниками, люди, которые следовали своим интересам и не руководствовались волей Божьей. Туда и отправился младший сын. И вы знаете, повествование говорит нам о том, когда у него все было, у него было множество друзей, средств, когда средства закончились, он теперь занял положение, положение хуже нечистого животного свиньи. Потому что мы с вами прочитали, он рад был бы наполнить чрево свое тем, что поглощали свиньи, но никто не давал ему. И затем он принимает решение, находясь в таком отчаянном состоянии, он принимает решение, сколько наемников в доме отца моего избыточествует хлебом. почему бы мне не пойти? Встану, пойду и уже буду проситься хотя бы устроиться наемником. Работать наемником в то время означало в течение дня зарабатывать лишь только на пропитание. Буду работать, чтобы хоть как-то чем-то кормить себя. И вот теперь самое интересное в этой притче. Когда этот молодой человек встал и пошел, встреча сына с отцом. Эта встреча раскрывает нам, каково сердце Бога, как Он смотрит на нас с вами. Пусть иногда заблудших, но все же Его дочерей и Его сыновей. Происходит нечто весьма трогательное. Давайте мы посмотрим на это, потому что здесь сказано, когда Он был еще далеко, 20-й текст говорит нам, увидел Его Отец Его и жалился, а потом что сделал Отец? удивительное выражение, которое здесь использует евангелист. Посмотрите, он не только встал, он не только жалился, не только увидел Его, здесь сказано, и побежал. Вы знаете, в то время существовал принцип или пословица, которой руководствовались люди. «Если хочешь узнать, каков человек, посмотри на его походку. То, как человек идет, определяет, кто он есть. Если желаете узнать человека, посмотрите на его походку». Дело в том, что в то время существовали свои обычаи, свои традиции и считалось весьма неприличным, если мужчина поднимал платье свое и кто-то мог видеть голени его ног. Это считалось безнравственным, это считалось большим позором. вы знаете, мужчины в то время носили длинные платья, и мы знаем, что раввины во дни Иисуса Христа спорили, а может ли мужчина, когда он идет по полю, где множество колючек, может ли он приподнять подол своего платья, чтобы эти колючки не цеплялись за его одежду? Представляете, серьезно спорили об этом? Вы, наверное, вспоминаете тот случай, когда во время преследования Саулом Давида Саул однажды зашел по нужде в пещеру, и как раз в этой пещере, вы знаете, со страниц Священного Писания оказался кто? Давид со своими воинами, со своими друзьями, и друзья, увидев, что Саул вот зашел, практически сам попался, и теперь в руках Давида говорят ему «Срази его!» А что сделал Давид? Он не сразил его, но все-таки он был сам себе на уме. Представляете, что он сделал? Он подошел как можно ближе и отрезал что? Кусок верхней его одежды. и теперь когда Саул вышел, вы помните, что там говорится, он выбегает и говорит «Отец, Саул, обрати внимание на Давида и так далее», а затем говорит «Посмотри, что находится у меня в руке, а еще лучше посмотри, на кого ты похож, потому что кусок отрезанный он оголял голень Саула и тем самым ставил Саула в очень неудобное положение, очень некрасивое положение. То есть этот обычай имеет глубокие корни, уходящие в древность. И вот представьте себе, чтобы отец мог побежать навстречу сыну, имея длинное это платье, ему что нужно было сделать? По-другому он не мог бы побежать, ему нужно было поднять это платье и побежать. Мы также знаем из истории, как относились и как вообще вели себя уважаемые люди почтенного возраста. Чаще всего они сидели у ворот городских, самые уважаемые мужчины, а некоторые у дверей своих домов. Вы знаете, когда вы посещаете Среднюю Азию сегодня, вы, наверное, можете заметить то же самое. У многих калиток сидят аксакалы, пьют чай, там они решают все проблемы, там они оговаривают все, что их беспокоит, точно так же и во дни Иисуса Христа. И вот теперь отец, увидев сына, и издали еще увидев сына, побежал. Как вы думаете, почему он побежал? Ну, столько ждал, мог бы еще минут двадцать подождать, ведь приблизился бы этот сын, и он мог бы тут, прямо у себя дома, принять его, обнять его, поцеловать его. Почему ему нужно было бежать? Интересно отметить, что в то время существовал такой обычай, которого имя Гизаса, то есть это обычай, при котором старейшины, которые сидели у городских ворот, они там совершали суд у городских ворот. И если случалось так, что кто-то из сыновей этого населенного пункта, либо женился на женщине плохой репутации, либо продавал имущество, унаследованное от своих родителей, уходил, а затем возвращался, то в этот момент старейшины совершали над ним суд. В этот момент старейшины брали глиняный сосуд, наполненный орехами и зернами. И они подходили к этому молодому человеку и перед лицом его бросали этот кувшин на землю, тем самым разбивая его, и орехи, и пшеница рассыпалась. Это символизировало толку от тебя никакого нет. Даже готовое, собранное, ты сохранить не можешь. Ты разбазариваешь и землю, и семя свое, и все благословение, которое принадлежало тебе в нашем городе. И разбив этот сосуд, тем самым они исключали его из общества, проживающего в этом городе. отец увидел вдали сына своего. И о чем он подумал? Как вы думаете? Зная обычаи, он решил, если я не успею, если я не успею первым встретить сына до того, как он войдет через городские ворота, они выскажут приговор, они бросят и разобьют перед его глазами этот кувшин и тем самым исключат его, и он уже никогда не будет иметь возможность войти в мой город. И вы представляете сердце отца? Ему теперь дела нет до того, кто на что посмотрит, увидит ли голени, будет ли кто-то его осуждать или нет, его сердце заботится лишь только одним, чем успеть первым встретить сына, и он поднимает подол своего платья, и он бежит, он не оглядывается, и он пробегает через городские ворота, и он не обращает внимания на старейшин, которые за голову берутся, что же с ним произошло, как можно так унизиться, но сердце отца думает о чем? Сердце отца думает только об одном, успеть, чтобы спасти, спасти, защитить, восстановить не свою репутацию, а репутацию и статус кого? Сына, пусть блудного, но своего сына. Представьте себе сердце, любящее сердце Бога. Этот человек бежит, он успевает, и первое, что делает Отец, посмотрите, что здесь говорится, побежал, пал ему на шею и целовал его. Вы знаете, в то время также существовал обычай, если сын обижал отца, то он должен был как просьбу о прощении поцеловать отца, но в зависимости от тяжести вины поцеловать либо руки отца, либо ноги отцу. Как вы думаете, в данном случае вина младшего сына, она заслуживала того, чтобы сын поцеловал руку или ноги отцу. Это было самое страшное преступление. по всем законам того времени отец вообще не должен был бежать, он должен был стоять, а когда сын подошел, сын должен был пастниц и целовать ноги отца и там внизу просить прощения. Но как поступает отец? Он не только бежит, прибежав, он падает на шею и сам целует сына. А это всегда ответ, когда сын первый должен был упасть и поцеловать ноги отцу. И если бы отец согласился как-то смириться с этим, он тогда бы со своей стороны поцеловал в ответ и это было бы знаком примирения и знаком прощения. Но отец не ждет, он бежит и там не встает по стойке смирно и не ждет и говорит а ну-ка одну ногу вторую а давай еще раз он этого не делает. Он падает ему на шею целует его и еще посмотрите дальше что делает. сын пытается сказать отче прости недостоин отец не обращает на это внимание он беспокоится о другом и он говорит посмотрите 22 текст а отец сказал рабам своим принесите лучшую одежду вы знаете здесь к сожалению переводчики упустили одно слово в оригинале используется слово быстро скорее как можно быстрее бегите несите одежду лучшую одежду и там еще говорится и перстень да а это что означает печать совершенно верно но вы знаете отец уже разделил имение часть уже отдал младшему он свое промотал как здесь говорится вернулся ни с чем оставшееся имение кому теперь принадлежало после смерти отца старшему сыну но в течение жизни отец мог этим еще распоряжаться а теперь он снимает перстень и отдает сыну младшему тем самым он говорит ты можешь что делать распоряжаться имением вот почему старший сын то обиделся вы представляете что происходит а затем он говорит соберите праздник самую лучшую еду приготовьте и будем что делать радоваться и веселиться ибо сын мой пропал а теперь нашелся дорогие друзья дорогие сестры братья эта притча открывает нам Бога какого Бога мы с вами имеем вы представляете он имеет лишь только одну цель он беспокоится лишь только об одном он не желает смерти детям своим у него один вопрос в его повестке дня найти и наказать так или нет найти и спасти и как бы далеко мы от него не убежали как как мы глубоко не пали как бы его имя не обесчестили он все равно смотрит на нас как на своих детей и беспокоится лишь только об одном найти и спасти имея такого Бога как мы должны относиться друг к другу как мы должны смотреть на ошибки недостатки друг друга ведь мы все имеем одного отца и каждый из нас сын и дочь всемогущего Бога пусть блудная дочь пусть еще сегодня блудный сын но все-таки мы еще кто его дети посмотрите на ваших детей если они вас оскорбят или сделают что-то не так вы что отвернетесь от них никогда сердце Бога всегда билось и будет биться для вас независимо от того где вы и что вы сейчас делаете потому что на повестке повестке дня у Бога спасти и только спасти вы знаете Филипп Янси известный христианский автор написал книгу что же такого удивительного благодати Божией и в этой книге он описывает интересный пример случай который произошел в Соединенных Штатах в штате Мичиган в городе Траверс-Сити он рассказывает в этой книге о девочке подростке вы знаете что наступает время когда подросток считает что он умнее родителей он знает во что одеться как себя вести и отец наблюдал за жизнью своей дочери его очень смущали ее очень короткие такие мини-юбки вот эти краски которые она использовала для ногтей для волос зеленые всякого цвета синие и он пытался ее как-то наставить и говорить ну нельзя так пытался ее приодеть пытался что-то сделать но вместо того чтобы помочь ей его дочь каждый раз после очередной такой лекции озлоблялась и в конце концов отец вышел из себя и принял решение на несколько дней оставить ее дома на домашнем аресте здесь нужно сказать что в соединенных штатах очень часто самым большим наказанием является не пустить детей в школу если вы в школе провинились то учитель наказывает вас и самое большое наказание три дня нельзя ходить в школу для наших детей сегодня когда вы готовитесь к первому сентября это было бы наверное самая большая новость радостная да вы бы наверное вообще в школу не ходили с радостью но вот отец тоже самое решил сделать и на несколько дней посадил ее что называется на домашний арест ей нельзя было оставлять дом естественно будучи подростком все внутри у нее взбунтовалось и она решила убежать из дома и она это сделала ей удалось убежать она добралась до города Детройт в штате Мичигане и там попала в руки очень нехорошего человека сутенера который отправил ее в публичный дом использовал ее как мог после того когда она заболела неизлечимыми болезнями стала никому не нужной он вывез ее за город и бросил бросил в общем-то умирать она придя в себя решила позвонить родителям но она не как не решалась позвонить им тогда когда знала что они дома поэтому она набрала телефон родителей тогда когда точно знала что никого дома не будет и она лишь сможет оставить сообщение на автоответчике и она сказала родителям о своем состоянии и о своем решении поехать в Канаду но по пути на автобусе когда она будет ехать в Канаду автобус будет проезжать через ее родной город Травер-Сити и она пишет диктует на автоответчик и говорит если вы все еще готовы меня принять в такой-то день в такое-то время наш автобус остановится в этом городе и если вы придете на автовокзал я буду знать что вы ждете меня готовы меня принять я выйду и останусь с вами а если нет то поеду дальше в Канаду уже были холодные месяцы а вы знаете что Мичиган это северный штат а в Канаде еще холоднее и вот когда она в этом автобусе находилась и автобус подъезжал к ее родному городу Травер-Сити вы можете представить ее состояние она очень волновалась она не знала прослушали родители ее весть оставленную на автоответчике а что если они не прослушали а что если не записалась а что если они вообще от нее отказались и вот когда автобус остановился пассажиры которые ехали до этого города вышли из автобуса она внимательно смотрела и никого не видела на этой автостоянке но было уже холодно и она решила поскольку автобус минут пятнадцать еще стоял там зайти в здание автовокзала и теперь когда она с этими пассажирами вышла из автобуса и двигалась по направлению к автовокзалу первые люди когда подошли к двери и дверь распахнулась она вдруг увидела большой плакат со словами добро пожаловать домой и там она увидела не только папу и не только маму не только дядю и не только тети ее там были все соседи все друзья все родственники и они лишь только думали и мечтали об одном увидеть встретить и вернуть домой дорогие друзья у нашего Бога все небо увешано плакатами добро пожаловать домой и большими буквами мое и ваше имя отец ждет нас вы знаете блудный сын он считал что все его проблемы именно в отце и поэтому он ушел от него он убежал от него не зная что именно отец в нем решение всех его проблем мы часто с вами бежим бежим от любящего сердца нашего всемогущего Бога нам иногда кажется он много требует он желает многого субботу ему посвяти пожертвования участвуй многое другое но вы знаете когда наш отец что-то нам предлагает он предлагает нам это во первых во благо а во вторых когда он от нас чего-то просит взамен он нам тоже что-то дает и дает не что-нибудь а всего себя и все что он имеет и снимает свой перстень и говорит все мое принадлежит тебе неужели от такого Бога мы с вами отвернемся неужели такому Богу мы не поклонимся вместе с вами неужели такого Бога мы с вами не воспоем и неужели к такому Богу мы не вернемся давайте Давайте мы с вами, если вы желаете, служить этому Богу, встанем и скажем Ему об этом, возблагодарим Его за Его любовь и будем следовать Его любви. Наш дорогой Небесный Отец, воистину неописуема любовь Твоя к нам людям. Читая эту притчу и поведение Отца, символизирующую, Господи, Твое отношение к нам, мы восхищаемся Тобой и говорим Тебе, Господи, достоин Ты, Господи, достоин Ты принять честь и славу и поклонение. Мы поклоняемся Тебе, Господи, преклоняемся пред Твоим величием и благодарим Тебя за то, что Твое сердце продолжает биться За нас, для нас, за то, что Ты каждый день ежечасно и ежеминутно выглядываешь для того, чтобы принять нас назад, Твоих сыновей и дочерей. Помоги нам, Господи, об этой Твоей великой любви рассказать окружающим, так, чтобы мы все вместе, вместе с Тобою могли бы радоваться и веселиться. Ибо те, кто ушли, вернулись. Ибо Ты продолжаешь искать и ищешь с одной лишь целью, чтобы спасти. Спасибо Тебе, Господи. Аминь.